МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире РЕН-ТВ Саратов и я, Катя Васильева. Сегодня вне формата мы пообщаемся на околомузыкальные темы, а именно выясним, саратовский рок жив или мертв. Хм... Пациент скорее мертв. Чем жив? Нет, пациент скорее жив, чем мертв. Сегодня в нашей студии необычный гость, эксперт в вопросах саратовского рока, создатель и руководитель портала «Саратовская рок-музыка» Николай Шадрин. Коля, привет! Здравствуйте! Продолжая известную фразу, скажи, пожалуйста, пациент все-таки жив или мертв? Ну, в Саратове сейчас насчитывается около 200 рок-групп, в том числе, конечно, и кавер-группы, и кавер-бенды, ну, скажем, исключая ресторанный формат. Порядка 10 кубов на «Саратов» и «Энгельс», и, в общем-то, сейчас происходит в различном роде рок-фестивале. Ну, я бы все-таки сказал, что он жив. Ты организовываешь концерты в двух серьезных заведениях. Какого рода публика их посещает? Это публика в основном взрослая, потому что у нас вход 18+, то есть это, как правило, первокурсники и выше. Но все-таки студентов меньше, чем, скажем так, людей, которые уже закончили обучение, стали зарабатывать денег. Ну, это формат заведения. Справедливо ли деление местного рок-сообщества на элиту и андеграунд? Тут есть один момент. Что такое андеграунд и что такое, ну, назовем это, мейнстрим? Если, например, возьмем город Москва или Петербург, да, где есть и то, и другое, но, допустим, если популярная группа в Москве или Петербурге может собрать, допустим, тысячи человек, то андеграундная, ну, известная андеграундная, да, она может собирать там человек, допустим, 200-300. Ну, это как бы по меркам Петербурга или Москвы, это небольшая разница. То у нас группа, которая востребована, известна в нашем городе, собирает 130-150 человек на своих сольных концертах. И таких групп немного. То есть, исходя из этого, то те, кто не пытаются идти по этому пути, кто находится на элиту, собирают на самом деле человек 10-20. Если их это устраивает, если им нравится играть до какого-то очень узкого круга, да, они как бы из него и не пытаются выйти. Но, как правило, большинство все-таки хотят выйти на площадку, где их могут услышать большее количество людей. Совсем скоро выходит очередной сборник саратовской независимой рок-музыки. Появились ли какие-то любопытные тенденции, может быть? Ну, тенденция одна и та же. В общем, протяжении, это уже будет восьмой сборник, он выходит, он является итоговым для каждого из годов, то есть, начиная с 2007-го и на сегодняшний день. А когда поступают заявки, их поступает достаточно много, то есть, помимо уже таких звезд, метров, там, местного урока, неожиданно могут прийти заявки от групп, которые не выступали даже вот в этих самых андеграундных клубах. То есть, организаторы получают заявку, видят совершенно незнакомый трек, ожидают, что услышат что-то не очень интересное, ну, просто как бы, да. А потом мы, я как человек, который к этому тоже причастен, я тоже с этим сталкиваюсь. А потом мы слушаем и удивляемся, что, оказывается, в нашем городе могут существовать группы, которых никто не знает, о людях, которых никто не слышал, но которые неожиданно могут дебютировать вот на сборнике с новым треком. А общая тенденция за все эти восемь лет – это то, что уровень записи, качество игры, он растет все год от года, все лучше и лучше. То есть, я слышал, что нам прислали, я знаю, что уже прошло на сборник, и я могу сказать, что сборник будет очень интересным. Отбор строгий был в этом году? Отбор, ну, наверное, его, да, можно назвать строгим, но это уже на совесть тех людей, которые были приглашены для отбора. А приглашаются стандартно участники предыдущего сборника, то есть, а это люди самых разных взглядов на музыку, на творчество. Поэтому, не знаю, назвать это строгим можно отчасти, но я считаю, что объективным однозначно. В нашем городе в этом году прошел ряд масштабных опен-эров в центре города, несмотря на извечное противостояние официальных властей и рок-сообщества. Как ты думаешь, почему так случилось и, возможно ли, некая оттепель? Да, было дело, что на день города у нас выступали саратские рок-команды на площади театральной, на театральной площади перед очень большим скоплением людей. Это было очень здорово и для группы, и для саратовской рок-музыки. И если это будет продолжаться впредь, это очень здорово. А я напомню, что сегодня в гостях у нас был эксперт в вопросах саратовской рок-музыки, архивариус саратовского рока Николай Шадрин. Слушайте хорошую музыку, ходите на концерты и всего вам доброго!